Всем привет! Сейчас в продаже появляется большое количество комплектующих с подсветкой. В их названиях мелькают аббревиатуры RGB и ARGB. Если вы планируете собрать красивый и эффектный компьютер, то при подборе его составляющих очень важно понимать, какими бывают эти устройства, чем они отличаются и совместимы ли они между собой. Именно об этом сейчас и пойдет речь в нашем ролике. Не переключайтесь! Если еще 2-3 года назад мы радовались простой одноцветной подсветке, то сейчас этим уже никого не удивишь. Сегодня мы хотим управлять подсветкой и выбирать не только тот цвет, который нам нужен, но и выстраивать различные сценарии подсветки от простых, типа дыхания или циклической смены цветов, до радужных переливаний, режимов наполнения и тому подобных. Как же не потеряться среди различных товаров с пометками RGB, ARGB, FRGB? Что ж, давайте разбираться. Итак, несколько лет назад на материнских платах стали появляться разъемы с пометкой RGB. Это 12-вольтные коннекторы, которые обычно имеют 4 контакта. Один из контактов это 12 вольт, а три других управляют уровнем зеленого, красного и синего цвета нашей подсветки. Стандартные разъемы RGB-вентиляторов и RGB-лент показаны на экране и представляют собой 4-пиновый коннектор типа мама. Пин, помеченный треугольником или стрелочкой, соответствует пину 12 вольт на материнской плате. Сигнал, каким цветом светить от этого контроллера, поступает сразу на все светодиоды подключенного устройства. Поэтому все участки RGB-лент или RGB-вентиляторов могут гореть одновременно только одним цветом. Таким образом, RGB-устройство может светить разными цветами и с разной интенсивностью, но в один момент времени все его светодиоды могут показывать только один цвет. RGB-устройство требует напряжения 12 вольт. Что же касается адресуемой RGB-подсветки, то это абсолютно другая система. Разъем RGB имеет контакт заземления, 5-вольтовый контакт питания и сигнальный контакт, который может передавать информацию персонально каждому светодиоду. Если говорить проще, то например в один момент времени первому светодиоду может даваться команда от контроллера светить синим, второму светить красным, третьему светить серо-буромалиновым и так далее. В этом случае RGB-лента или вентилятор могут одновременно светиться разными цветами на разных участках и мы можем выстраивать различные режимы отображения подсветки. Это могут быть радуга, переливание, наполнение и прочие варианты. RGB-разъем имеет 3 пина, а не 4. Стандартный RGB-разъем показан на экране и представляет собой трехпиновый коннектор типа Мама. Пин, помеченный треугольником или стрелочкой, соответствует пину 5 вольт на материнской плате. Итак, RGB-подсветка – это когда светодиоды устройства могут одновременно светиться разными цветами на разных участках. RGB-устройство требует напряжения 5 вольт. В то время как RGB-подсветка, как говорилось ранее, это когда все светодиоды устройства могут светиться в один момент времени только одним цветом. RGB-устройство требует напряжения 12 вольт. С этим разобрались. Теперь нам надо понять, сможем ли мы синхронизировать RGB и RGB-устройства между собой, чтобы получить красивую согласованную подсветку нашего компьютера. Так вот, я вас расстрою. Контроллеры и устройства RGB и ARGB несовместимы между собой. Они несовместимы не только логически, но и электрически. Как говорилось выше, ARGB-устройства питаются от 5 вольт, в то время как RGB – от 12. Таким образом, вы не сможете подключить к неадресуемому RGB-контроллеру устройства с адресуемым разъемом ARGB и тем более синхронизировать их работу. Та же ситуация будет и с ARGB-контроллером и другими устройствами с неадресуемой RGB-подсветкой. Единственным адекватным вариантом синхронизации RGB и ARGB-устройств я вижу такой. Мы можем подсоединить RGB-устройства к 4-пиновому разъему материнской платы, а ARGB – к 3-пиновому. И с помощью программного обеспечения материнской платы попытаться найти одинаковые режимы подсветки. Но, как мы видим, для этого необходимо, чтобы на вашей материнской плате были такие разъемы, и в этом случае мы все равно получим только RGB-режимы подсветки. Все это, конечно, хорошо. Однако, что же делать, если на вашей материнской плате отсутствуют разъемы ARGB, а вы уже купили такие вентиляторы, и вам так хочется красивой переливающейся всеми цветами радуги подсветки. В этом случае можно использовать внешние ARGB-контроллеры, которые, как правило, входят в наборы из 3-х или 5-ти ARGB-вентиляторов. Они, как правило, имеют встроенные режимы подсветки и обеспечивают подключение дополнительных вентиляторов. Кроме того, многие современные корпусы, например, матриксы с приставкой ADDRGB в наименовании, Zalman N5, TF и т.д. имеют в своем составе такие контроллеры. О том, как подключить подсветку в корпусах матрикс 50, 55 и 70, есть подробный ролик на канале. Ссылка сейчас появится в углу. Правда, есть один нюанс, на который стоит обратить внимание. Производители часто выпускают наборы вентиляторов с проприетарными, нестандартными разъемами, тем самым ограничивая возможность подключения к своему контроллеру сторонних RGB-устройств, вынуждая покупать вентиляторы того же бренда. Поэтому изучайте характеристики таких наборов перед покупкой. Такая же ситуация часто встречается и с корпусными контроллерами. С вариантами подключения разобрались. Каким же образом мы можем управлять режимами подсветки? Для управления подсветкой RGB и ARGB-устройств с помощью материнской платы используется специальное программное обеспечение от производителя вашей материнки. Это RGB Fusion для бренда Gigabyte, Asrock Polychrome RGB, MCI Mystic Light, Asus Aura и т.д. При использовании сторонних контроллеров управление режимами подсветки может осуществляться как с помощью программного обеспечения, так и с помощью пульта или кнопки на корпусе. Это уже зависит от конкретного устройства. Ну и еще раз повторю, что если материнская плата имеет как RGB, так и ARGB-разъемы, то вы можете подключить к ним одновременно соответствующие устройства и по отдельности управлять их подсветкой с помощью программного обеспечения. Также относительно недавно на рынке появились устройства, которые позволяют все-таки совместить и синхронизировать вместе RGB и ARGB-устройства. Правда, с некоторой потерей функционала ARGB, но об этом мы расскажем в следующих роликах. Что ж, давайте подведем итоги. RGB – четырехконтактный 12-вольтный разъем. Все участки RGB-устройств могут гореть одновременно только одним цветом. ARGB – трехконтактный 5-вольтный разъем. ARGB-устройства могут одновременно светиться разными цветами на разных участках. RGB и ARGB-устройства и контроллеры несовместимы между собой электрически и логически. Если ваша материнская плата не имеет RGB или ARGB-разъемов, то вы можете использовать внешние контроллеры от сторонних производителей. Управлять подсветкой устройств, подключенных к материнской плате, можно с помощью специального программного обеспечения. При использовании сторонних контроллеров, входящих в состав корпуса или наборов вентиляторов, управление режимами подсветки может осуществляться как с помощью программного обеспечения, так и с помощью пульта или кнопки на корпусе. Это уже зависит от конкретного устройства. Во избежание проблем совместимости, я рекомендую до покупки уточнить возможности вашей материнской платы по управлению подсветкой. Продумать, как вы будете подключать вентиляторы и ленты, и какие RGB-устройства для этого нужны. Также для ясности обозначу, что вы можете встретить в продаже вентиляторы с неуправляемой, статичной RGB-подсветкой. Как следует из названия, данное устройство не имеет возможности переключения режима в подсветке и светит постоянно одним способом. Как правило, такие вентиляторы не имеют дополнительных шлейфов и питание подсветки осуществляется через разъем SISFAN или напрямую от Molex блока питания. Об этих и других вентиляторах с подсветкой подробно рассказал Владимир Пантелеев, автор канала Pulse PC. Ссылка на этот ролик сейчас появится сверху. Ну а на этом все, надеюсь ролик был вам полезен, подписывайтесь, ставьте колокольчик, задавайте вопросы в комментариях, заходите к нам на стримы, нас ждет еще очень много интересного. С вами был Виктор, всем добра.